Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы говорим о событиях, о людях, о всем том, что является главным на сегодняшний день. Ну и, конечно же, мы иногда просто забываем, что главное в нашей жизни – это люди. Люди, наши родные и близкие, люди, которые нас окружают. И люди, которые в ту или иную минуту своей жизни почему-то выпали из этого проекта, который называется «Нормальная жизнь» и стали людьми без дома. Вот об этом мы сегодня поговорим с организатором проекта «Другая медицина», который оказывает медико-профактическую помощь людям, оставшимся на улице, с Евгением Косовских. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Николай. Давайте вот сразу начнем. Как вы считаете, вы же врач и одновременно, наверное, ну, мне кажется, любой врач должен быть психологом. По крайней мере, даже без диплома, но все равно он чувствует должен пациента. Все-таки, почему люди остаются на улице? По первому образованию ветеринарный врач. По второму образованию я фельдшер. Ну, все равно для нас фельдшер это тоже врач. Чтобы врачи не обиделись. Мы же заканчиваем ветеринарные врачи, чтобы не обиделись. Ну, почему люди остаются на улице? Мы проводили такую статистику в своем городе и выяснили о том, не о том, что многие думают, что они там спиваются, риэлторы и так далее. Первая причина – это нерешенные семейные конфликты. Человек нерешил семейный конфликт дома, ушел на улицу. Но улицу он находит себя, либо дальше себя теряет. Второе только место – черные риэлторы. И только предпоследнее место – это алкоголизм. Значит, все-таки первая проблема – это семейная жизнь. Это когда я тебе оставляю все, дом, все, что у меня есть, потому что я джентльмен, и я ухожу. Мужчины в основном так уходят? Это в лучшем случае. Да, тут еще не все так просто. Потому что есть случаи, да, есть, когда при разводе эти все вставляю, все детям, я ушел. И что-то не получилось, и он оказался на улице. А другой случай – человек, допустим, попал на долгий срок места заключения свободы, и вот в этот момент просто выписали, он выходит в никуда. Это банальный случай. И другой случай, когда жена при разводе делает все, либо родители этого человека, допустим, делают все, и чтобы он остался на улице. Наказать. Просто наказать за что-то, не понял, не услышал, не расслышал. Начинается всегда с простой булавочки. И раздувается всегда до уровня слона. Значит, получается, что любовь все-таки зла. Грань должна быть между любовью, и не переходить нельзя ни в коем случае. Ну, кстати, к теме любви человеческой такой, всеобъемлющей, мы еще вернемся. А теперь давайте поговорим. У меня кочевой образ жизни. Ну, расскажите о себе. Я знаю, почему кочевой, потому что вот совсем недавно Евгений прибыл из Гватемалы, и где-то слово «Челябинск» у нас проскочило, «Москва» и была «Индия». Расскажите. Да, все верно. Вообще, я родился в Сарловской области. Это известная область. Север, Урал. И потом я переехал в Курганскую область, потом я переехал в Саратов, потом Самара, Новосибирск, Краснодар, Калининград, Петербург, Москва. И пошло-поехало. Чуть-то от вас так моталось по жизни. Поехал в Казахстан, остался учиться в Троицке, потом переехал в Челябинск. Не могли ни с кем найти общий язык? Приходилось менять место жительства? Наоборот, я находил даже чересчур общий язык, что мне это все нравилось. Но я понимаю, что сейчас я здесь останусь и укореннюсь. Надо двигаться дальше, чтобы узнать еще и других людей, и найти с другими людьми тоже общий язык. То есть это называется «Человек мира». Наверное, да. Есть такое желание. Ну, а потом вы поехали еще и за пределы нашей Родины. Где вы побывали и зачем? Ну, например, первый мой был выезд за границу. Если назвать за границу, это Абхазия. Я ездил там моего друга лечить дедушку. И сейчас они у меня как родственники. Сейчас все мои друзья к ним ездят отдыхать к этому дедушке. Потом я поехал в Индию. Это был мой первый выезд так далеко. Я ездил туда на месяц. Мы в джунглях оказывали медицинскую помощь для людей, больных, проказы. А мы это кто? То есть я и еще и двое товарищей. Это волонтерство какое-то? Это волонтеры, волонтеры-медики. Ну, вы как просто взяли и поехали. Мы приехали к вам помогать или через какую-то все-таки организацию? Мне позвонили, сказали, мы право знаем. Хотите с нами поехать? Нам не хватает оторванных людей вообще на всю катушку. Я говорю, да, я поеду. Я люблю Индию. Я ее с детства любил. Так же, как и Францию. Я люблю эти две страны. Я поеду. Согласитесь, Франция и Индия – это немножко разные страны. Если бы вам предложили во Францию поехать? Полгрязи немножко одинаковые. А, ну, если говорить о Париже, да. Полгрязи немножко одинаковые. И поэтому спокойно поехал. Сказали на месяц. Я говорю, не важно, проказа. Я говорю, отлично. Дело в том, что буквально в 2017 году я открыл свой проект «Другая медицина». Проект основан на том, что он оказывает медико-профилактическую помощь людям, бездомным, которые живут на улице. То есть не в больницах, не в поликлиниках. Как на улице? А, именно на улице. То есть это выезд, в морозы, в жару. И я начал разрабатывать именно стандарты по указанию уличной медицины, которой у нас в Российской Федерации нет таковых. Их пыталась сделать доктор Лиза, всеми нам известная. И после погибели я как-то захотел продолжить ее дело. И как-то новость облетела весь мир. То есть вы в какой-то, наверное, реестр попали, что вот есть такой врач, который занимаетесь... Наверное, может, кто-то нас внес туда, я не знаю. Я знаю, что мы в европейском реестре находимся, мы без проблем можем туда ездить и волонтерить, к нам они могут приезжать. Я буквально-то недавно узнал, что там происходит. А понимаете, когда ты что-то делаешь хорошее, а нах-то без тебя много что происходит, это такой раз, вот, тут молодцы, там молодцы, оказывается тут. И о нас как-то вот узнали, видимо, и пригласили в Индию. Ну вот Индия, знаем, что страна третьего мира с ограниченными ресурсами. С огромным количеством людей, то есть такая страна густая, ну, скажем, не густонаселенная, а может быть, даже перенаселенная. Вот вы сказали слово джунгли, сказали проказа. Первое. Вот вы говорите, вы оторваны. Это значит, что вы ничего не боялись? Вы знали, вот вы едете лечить людей с проказа. Наверное, нужны какие-то навыки. А вы знаете, когда имеешь за плечами 10-летний стаж работы с животными, я не хочу сравнивать людей с животными, в никаком случае пациентов это разные случаи, но и ты учишься попадать в тонкую вену, ты научишься одной коленкой держать стол операционный, я перерываю тебе этот момент, там накладывать какие-то швы, и ты учишься просто гвоздем уже работать. Тебе не нужен суперрентгеновский аппарат, УЗИ, какая-то огромная лаборатория. У тебя в голове все это есть, весь алгоритм, ты работаешь. Почти как военный хирург. Совершенно верно, военно-полевая хирургия. И ты спокойного проказа, но хорошего проказа. Ты знаешь, что нельзя там сильно прикасаться, нельзя там сильно это, то все вообще нормально. Ну, хорошо, вы говорите, что вы вдвоем туда поехали, я так понимаю? Втроем. Втроем, втроем. Вот вы приехали, вас там кто-то встречает, где-то вас селят, или вы прям едете туда и там живете. Ведь я к чему просто веду, это же небезопасно, начнем с этого для вас? То есть трансфер был обеспечен, это у нас была лошадка и, как говорится, карьер. То есть вам оплачивают вот этот весь... Мы оплачивали только авиабилеты, и мы оплачивали еще жилье, когда мы выезжали на выходные. Например, там был штат, рядом Шкамгуа и Океан, мы когда на выходные туда ездили, раз в неделю это было, тогда мы там оплачивали. А остальное, да, все за счет, даже не клиники, а за счет людей, которые собирают средства. Но фотографии, у меня многие спрашивают фотографии, там было одно условие, что нельзя фотографировать людей с проказа, и вообще, в принципе, пациентов, все это запрещено, это все удаляется, и поэтому мы сказали хорошо, и мы этого не делали, нам поэтому доверяли. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что, наверное, проказа в последний раз вспоминается в начале, наверное, XX века, да, если говорить о России, я имею в виду, да? 1800, по-моему, 72-й год. Последний, да? Ну, еще, может быть, где-то там... Где-то в Казахстане, в Таджикистане где-то еще появлялась она. То есть, я просто к чему веду, что ведь это дело еще важное, потому что, ну, хорошо, когда ты сидишь в большом, да, городском, там, поселении, в мегаполисе, да, и у тебя каких-то таких серьезных заболеваний нет, но есть другие страны, как говорите, страны третьего мира, там, где эти болезни не просто существуют, наверняка что-то еще, может быть, находится в зародыши, это неожиданно может к нам вернуться. Скажите, пожалуйста, отчасти вы тоже это делаете, потому что это надо как-то локализовать, эту историю? Или это просто помощь людям, потому что других вариантов нет, вас, что называется, сердце ваше заставило? Или это глобальный подход? Я не могу вот сказать так ограниченно, вы знаете, это с детства люблю помогать и хочу помогать. Не важно, какого пола, какой национальности, это животное или человек, вот, ну, не знаю, может, меня родители так воспитали в каких-то вещах. Я не думал, кто поехал туда, я понял, что это будет мой опыт. В первую очередь, я проверю себя, еще могу, я не могу, вот, в этих ограниченных условиях. И я даже в армию-то пошел с удовольствием, когда сказали, мы можем тебе это, я говорю, о, там, можно бесплатно пострелять, пожить в казарме, что так интересно, там, новые знакомства, ребята, я себя как-то может проверять. Вот сейчас есть такая армия, что, дай бог, чтобы один раз хоть постреляли. У нас все было нормально. Стреляли. И поэтому спокойно разрешали, и стрелял. Я, и у меня взвод-то был такой стрелковый такой, я там стрелок даже какого-то класса, когда оттуда уже вышел. А, и когда я приехал в Индию, на самом деле проказы, это было какое-то условие, может быть, самое громкое слово, которое могло меня отбить. Когда туда приехал, с проказы были люди, ну, к ним особо не подпускали, мы передавали медикаменты, мы когда-то так осматривали все это условно. Ну, в основном приходили люди вообще с другими заболеваниями, и смертность у нас там была, и детская в том числе, я это все не скрываю. Это разрешено об этом говорить. Это было очень тяжело, когда люди идут три дня к тебе с больным ребенком, который умирает на руках, добираясь через джунгли, потому что не могут получить какую-то либо помощь в больницах, в клинике частной, бесплатной клиники врачей не хватает, они идут к тебе, потому что ты, кроме осмотра и так далее, ты еще и подлечишь, и выдашь лекарства еще с собой. Ну, и вообще, конечно, внимательно отнесешься. И ты после этого на вещи, которые творятся в России, у нас люди жалуются, допустим, здравоохранение и так далее, да, я понимаю, мы заслужили хорошее здравоохранение, но то, что творится там, я понял, что у нас все отлично. Ну, вот о том, что происходит у нас, мы поговорим во второй части программы, я должен все-таки за одну фразу ухватиться, попробуйте выкрутиться. А о чем нельзя рассказывать? По поводу Индии? Да. Вы подписали какой-то документ, или это какой-то врачебный, такой устный договор? Нет, это была ложная договоренность, я человек делал, то есть ли я пообещал, я не рассказываю. Мне, конечно, смешило, я служил в секретной части, и смешило, что три года нельзя выезжать за границу, мне не давали загранпаспорт после службы, потому что я что-то расскажу, я говорю, господи, через три года могу это рассказать, но там нечего было рассказывать. Некоторые не могут и через один день рассказать. Совершенно верно. А в Индии как бы там, ну, нечего особо такого, секрета ничего нет, и нету такого, что о чем нельзя говорить. Я не знаю, ну, наверное, нельзя говорить о том, что там люди реально умирают голодной смертью. И тут же есть люди богатые живут, которые не помогают почему-то этим людям, я не знаю, почему. Хорошо, мы вернемся к нашему разговору. Через несколько минут напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии сегодня Евгений Косовских, человек-волонтер, врач, ветеринарный и фельдшер человеческий, который помогает бездомным людям в самых разных уголках мира. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в студии Евгений Косовских, организатор проекта «Другая медицина». Ну, и мы говорим о, поправьте меня, если неправильно скажу, медико-профилактической помощи бездомным людям. Правильно? Видите, я уже выучил. Потому что перед началом мы тут очень долго обсуждали тему. В советское время был принят такой термин «человек без определенного места жительства», который сокращенно превратился в бомж. И, к сожалению, особенно для людей, которые занимаются бездомными людьми, слово «бомж», оно такое какое-то непонятное. Спросить сейчас выйди на улицу, да, любой человек, который, ну, явно бездомный, такое простое русское слово, его называют бомжом. Так вот, я так понимаю, что это не совсем правильно, а может быть даже и некорректно. Дело в том, что бомж реально – это авиатура, и она относится к людям, которые находятся без прописки. Но почему-то этим, этой авиатурой обзывают людей, которые находятся кроме там… Они могут иметь прописку, просто грязные, вонючие, живут в метро и так далее. На самом деле, которые грязные, вонючие, и от которых плохо пахнет, на самом деле, правильно говорится, бездомный, вот, либо подопечный там кого-либо, потому что какие-то организации ему помогают. А бомж – это, я не знаю, как вот недавно я узнал, что в Москве у нас 80% беспрописки, можно сказать, 80% бомжа. Ну, миллионер тоже может быть бомжом, без особого стажирования. Поэтому я всегда всех прошу о том, что все-таки правильно говорить, бездомный. Мы развиваем направление уличной медицины, стараемся это развить более официально, с лицензированием и так далее. Нам не хватает опыта. А уличная медицина развита еще там с конца 19 века, в странах Евросоюза и в Соединенных Штатах. И я ездил как раз туда получать опыт. Причем я буквально вот как вот делал проект самостоятельно в Челябинске. Думаю, у меня такие мысли, что нужно сделать там машину, ее оборудовать, нужно сделать склады, по сбору лекарств нужно бездомным вот так с ними беседовать, так разговаривать. Приезжаю, первая у меня была страна – это Чехия. Приезжаю туда, как я думал, там все есть уже. Хотя я не знал об этом. Думаю, ну, молодец, я сам до этого дошел. А потом приехал в Германию, у них амбулаторная помощь, в основном там прямо больницы при монастырях сделаны. Конечно, все на высочайшем уровне, и туда сложно попасть к волонтеру и вообще врачу, в принципе. Я тоже там получил огромный опыт и понял, что я нахожусь вообще в правильном направлении. И последняя страна, из которой я буквально приехал две недели назад, это была Гватемала. Гватемала – это было что-то с чем-то. Во-первых, далеко лететь, во-вторых, все по-другому, это не Европа. Страна еще больше с ограниченными ресурсами, чем даже та же сама Индия. И вообще все по-другому. Что там за заболевание? Это важно еще знать, опять же, с точки зрения возможного распространения по миру, потому что, например, мы же хорошо знаем одна из последних таких болезней, которая, собственно говоря, пока еще неизлечима до конца, но, по крайней мере, мы ее придерживаем. Я имею в виду спид, 1984 год, да, который пришел к нам как раз оттуда, там, где с медициной не все так хорошо. Какие сейчас есть заболевания, вот конкретно в Гватемале? Это запущенный сифилис четвертой степени, третьей, четвертой степени. У нас как-то, ну, отслеживается это очень быстро, при обращении в лечебное учреждение, ты сдаешь обязательно набор анализов, в том числе и сифилис, например. Онкологических очень много. Я там даже страховому глазу увидел, и это венеджическое заболевание, и тяжелую степень уже поражаются уже глаза. В России я бы никогда бы этого не увидел, поверьте мне. А вот заболевания, которые, ну, я не хочу их называть, чтобы не сглазить, там, условно говоря, чума, да, вот что-то такое, которое, возможно, вдруг может возродиться вновь. Вы знаете, такого я не видел, у нас такого на приеме не было, я бы, наверное, уже не приехал бы назад, меня бы просто не пустили бы в Россию, наверное, только там, не знаю. Ну, скажем, опасения есть такие, что могут в таких странах возродиться? Знаете, вот у нас, например, сейчас ближе к зиме у нас везде стенды написано, прививайся к гриппу, грипп, 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 везде про грипп. Там везде про Эболу. Эбола, Эбола, Эбола. А было время, когда и мы боялись ее. Эбола, Эбола, Эбола. К тому чему-то Эбола там балетка с гриппом вообще. То есть везде информационные стенды эти висят, на самом деле, на испанском языке. Вообще, как бы, сложность еще была в Гватемале в том, что ты должен знать испанский язык, в том числе и майский, и кичи язык, и всякие разные там уровни языков. Сложность еще была в том, что там нет такого, что у человека, например, там поражен глаз, там какой-то опухоль ее, ты его направил в консультационный центр к онкологу, он посмотрел, потом его на плану операцию, прооперировали и все. Либо химиотерапия, либо он там будет спасен. Там нет, там некуда его отправить. За деньги, да. Но это все дорого стоит. Допустим, там консультация эндокринолога стоит 2,5 тысячи по-нашему в рублях, а для Гватемала это очень хорошая цена. Анализ крови обширный, он стоит там в пределах 5 тысяч по-нашему. Это надо ему, блин, самосвалу продать угля, кукурузу и так далее. Ну, все, что можно, да. Это все дорого, очень недоступно. Как раньше у нас говорили, работать на аптеку. Да, совершенно верно. Это вот недоступно. У нас хоть какие-то льготы есть, какие-то приемы там. Ну, сейчас у нас все остается пять минут на нас, все меньше и меньше. Я о чем хотел спросить? Вот сегодня существует много всяких врачебных организаций в мире. Они разные, да. Там, где врачи объединяются, казалось бы, должен быть какой-то правильный вектор, правильное направление. Вот вы занимаетесь волонтерством, да. Но возникает вопрос, сейчас я сформулирую его, что нет здесь какой-то коррупционной составляющей. В том смысле, что организаций много, ну, например, те же врачи без границ, например, Красный Крест, глобальный, знаменитый, другие организации, Всемирная Организация Здравоохранения. Не заинтересованы ли они в том, чтобы заболевания никуда не исчезали, а наоборот появлялись для того, чтобы продавать нам лекарства или создавать специальные программы, чтобы мы действительно работали на аптеку? Хороший вопрос. Первый раз мне вообще такое задали вопрос. А вот так мы можем. Спасибо вам. Я даже хочу на него сразу же ответить, что я не знаю. Почему? Потому что лично я никакой там... То есть вы из другого лагеря? Наркотики, ничего. Вот год мало, да. Мы повезли там 20 кг инсулина, мы повезли витамины, мы повезли необходимые лекарственные препараты. Ну, фармацевтам же выгодно. Например, сегодня можно прийти к незнакомому врачу здесь, в Москве, который тебе выпишет, ну, условно говоря, там 5 препаратов. Ты пойдешь к знакомому врачу, да? И он тебе скажет, вот 4 препарата точно не нужны. И эти 4 препарата могут стоить в 2 раза дороже, чем этот один препарат. Фармабизнес? То есть существует, да, фармабизнес и всемирный фармабизнес, который заинтересован, чтобы в Индии, в Гватемале, в США, в Европе и в России мы все-таки болели. Представляете, мы вдруг не болеем, но это же безумие какое-то. Аптеки у нас выглядят примерно так же хорошо, как заправочная станция, согласитесь. Заходишь прям как в сказку. Так вот вопрос. Вы как представитель проекта, который, ну, насколько я так понимаю, создан для того, чтобы защищать людей со всем, у которых нет никаких прав. Вот нет ощущения, что под этой личиной приятной такой, всемирной, я имею в виду, прячется что-то не очень хорошее, чертик какой-то такой, фармацевтического бизнеса. Возможно, все. Сейчас у нас идет бум прививочный, то есть люди отказываются от прививок, потому что у нас сейчас это есть. Люди, которые начали просыпаться, я не знаю, это хорошо или плохо для аптек, для людей и так далее, для здоровья. Я не могу сказать по этому поводу. Лично при себе могу сказать, я не употребляю там какие-то химические лекарственные препараты, в том числе аптечные, я всегда лечусь травами. Мои волонтеры тоже применяют. Мне нравятся оверведы, это индийская медицина, там китайская медицина не нравится. Бездомным мы раздаем препараты. Я понял, почему вы ездите за границей. Вы пытаетесь узнать методики лечения новые. Там, где нет этой химии. Это есть, но это в совокупности дополняющие. Говорят, так зачем ему антибиотики даешься, вот возьми, допустим, там то же самое, это не реклама, в рукуму, например, посыпь на рану, там это, и реально через три дня заходит человек, у него формируется аккуратный рубец, и нет угнодниковых поражений вообще раны. Я говорю, так, все, возьму на заметку, например. И то же самое у меня с бездомными, потому что у них иммунная система другая. Люди уже лет 10, например, вообще никогда не пили антибиотики. Я ему сейчас дам простой амуксицелин, например, самый простой, у него будет диарея на фоне него, потому что он давно не пил антибиотики, реакция. И, естественно, я вначале ему даю как что-то такое простое. Итак, я понял, что глобально вопрос мы оставляем пока открытым, но на него трудно ответить. Правительство любой стороны не ответит, любой главный врач не ответит. Мы это прекрасно понимаем. Давайте вернемся из-за границы. Здорово, что какие-то методики, и, наверное, вы получаете опыт огромный. Что происходит здесь у нас с бездомными? Вот у нас волнами какими-то идет. Мы вспоминаем 90-е годы, то, что мы застали. Военные годы, я имею в виду Вторую мировую, Великую Отечественную, мы уже не застали, там была другая история. Но мы помним 90-е годы, когда люди просто, извините, валялись фактически на улицах. Сейчас вроде бы уже почистили эти варианты, но все равно мы видим, что периодически происходит насыщение вот этими людьми. И как с ними, вы, ваши коллеги, как сделать так, чтобы человек домный и человек бездомный, они могли хоть как-то сотрудничать? Чтобы в метро, если человек заходит, он физически не может рядом находиться. У нас даже там в метро есть фраза «Сообщайте о людях в пачкающей одежде». Это официально объявление о метрополитене. Как сотрудничать? В первую очередь, мало кто узнает тот факт, что бездомный, он боится социума, он боится нас с вами, социальных людей в чистых одеждах. Он всегда будет сторониться нас. Когда начинаешь с ними разговаривать, вот заметьте, что они пугаются. Они долго на тебя смотрят и пытаются понять, что ты от них хочешь. Не потому, что он там проспался, а потому, что можно ли тебе доверять или нет. Даже когда ты будешь стоять над ним с пирожком, с горячим чаем, и возьми, пожалуйста, он будет думать, как у меня было, я приехал в первый раз на выезд, я говорю, давайте я вам помогу, перевязку сделаю. Он говорит, не надо. Я говорю, бесплатно. Он говорит, вообще не надо. Вы там какую-нибудь партию на приехали, вы завтра уедете, там галочки поставите, меня сфотографировать, вы едете, и все вам хорошо, а я что, дальше живи, как бы, да, без помощи. Поэтому он сначала долго въезжает, и нету бездомных доверия. Почему? Потому что многие социальные люди над ними издеваются, блюют в них, отталкивают в метро, как говорится, сдают в правоохранительные органы, напуганы, нет у них толковой жизни, так сказать. Мы создали в социальных сетях группы, назвали «Другая медицина», и люди, читая на нас, еще я недавно написал книгу, выпустил ее, в любой, в большом книжном магазине можно ее купить, и люди, читая книгу социальные группы, начали менять отношения к бездомным. И я понял, что мой проект состоит не столько для бездомных, сколько для людей домных, и меняющие отношения. Они поняли, что это люди, нуждающиеся реально в помощи. Они добрые, они волшебные, и они живут по законам все-таки, уличным, и они друг другу пытаются помочь. Если мы не знаем, какие у нас живут соседи, и как с ними общаться, мы сейчас не ходим за солью, как раньше, и другу не можем помочь, вызвать скорую, и так далее, мы пройдем мимо. Они будут делать все возможное, даже если у него вырывал коробки и бутылки, они вчера дрались, сегодня он ему вызовет скорую, постарается это сделать, попросит ему помощи. То есть, правильно я понимаю, завершая наш разговор, что есть шансы все-таки наладить эту связь, потому что, как у нас принято говорить, что нельзя ничего зарекаться, тем более, в начале программы мы об этом говорили, что все-таки надо попытаться в бездомном человеке увидеть человека прежде всего, и чтобы была вот эта вот всеобъемлющая человеческая любовь, которую нас пытаются научить в школе, в институте, замечательные фильмы, кино, а люди берут и проходят мимо человека, например, на морозе, который лежит, потому что лучше не заметить. Два варианта, либо у человека закрыто сердце, либо второй вариант, он не знает, как ему помочь правильно. Поэтому заходим в Google, в Яндекс, пишем, как помочь бездомному. И открываем сердце. Все подскажем, и открываем сердце. Спасибо большое. Евгений Косовских, организатор проекта Другая медицина. Напомню вам, что это программа Открытый диалог. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин